Продолжение следует... Тем не менее, есть смысл о ней сказать кое-что, об этом выступлении, о его значении в истории России, а может быть, некоторых неосуществившихся возможностей. Точек зрения довольно много. Еще в 80-е годы XX века историк Гордин на богатом фактическом материале показал, что выступление декапристов имело все шансы на успех при соответствующей проворности руководителей восстания. Более того, загружщиков была готова поддержать даже значительные части высшей элиты государства из своих карьерных соображений. То есть, по технике осуществления, это мог бы быть один из успешных государственных дворцовых переворотов, которые неоднократно устраивались в XVIII веке. И успешно устраивались. После некоторых дворцовых переворотов происходила и либерализация политики. Например, когда Екатерина свергла своего мужа, Петра III, и нацарилась как Екатерина II, вот пример дворцового переворота приведшего к некоторой либерализации политики. Вот, скорее всего, то же самое можно было бы ожидать и от успеха восстания декабристов. В определенном роде можно сожалеть о том, что оно успехом не увенчалось, что оно закончилось длительной полосой реакции. О консервировании архаики, отсталости, оно всегда проходит очень печально для тех общественных классов, которые эту консервацию отстаивают. Вот это показал потом 1917 год, который во многом можно считать следствием неудачи восстания декабристов. Победение, может быть, были бы, конечно, еще какие-нибудь драматические события в истории России, но, по крайней мере, вот такого вот кровавого сценария, как в 1917 году, вот именно такого, его бы не последовало. Было бы что-то другое, это точно. Такого бы не было. Это можно сказать и пределенно. Вот поэтому недаром декабристы стали как бы символом, каким-то вот авторитетным, каким-то таким знаковым символом, объектом поклонения вообще для очень многих общественно-политических кругов России на протяжении 19 века и начала 20-го. Не только для революционеров, но и для либералов, и даже, можно сказать, для какой-то части консерваторов, которые потом оценивали очень отрицательно политику Николая Первого. Были и такие. Вот. Так что, вспоминая вот это вот восстание декабристов, следует иметь в виду, что, во-первых, это была, конечно, совершенно честная, искренняя попытка дать новый им толчок политике российского государства, провести преобразование в интересах довольно значительной части населения. Я имею в виду, в первую очередь, отмены крепостного права, которые хотели провести декабристы, и введение начатков политических свобод, что повлекло бы за собой и возникновение политической культуры, дефицит которой мы страдаем от него по силе. Восстание декабристов, можно сказать, оно, если верить изысканию историков ордена, я им доверяю, как специалисту, не увенчалось успехом, в первую очередь, из-за некоторых технических недоработок. То есть, чисто как заговорщики, как организаторы и исполнители заговора, декабристы оказались менее удачливыми, чем их предшественники XVIII века. Конечно, значительную роль сыграло то, что они не заручились реальной поддержке никого из членов царствующей фамилии, в отличие от предыдущих дворцовых переворотов. И то, что они выступали от имени великого князя Константина, было фикцией. Конечно, когда узнавали именно о фиктивности такого выступления, если это происходило, это в ходе самого восстания отрицательно сказывалось на его ходе. Так что момент был чисто технический. Так, 28 декабря исполнится 188 лет с момента восстания на Сенатской площади, вошедшего в учебную историю, как восстание декабристов. В советское время этому событию передавалось преувеличенно большое значение. Его называли первым революционным наступлением в России. Ленин включил его в число этапов русского освободительного движения. И объективный анализ этого исследования не был произведен. Вместо этого была создана великая мифология об остании декабристов, о революционерах, дворянах. Был создан огромный пласт мифов, легенд. Отчасти он объяснялся тем, что эта тема использовалась как прикрытие, в принципе, для изучения дворянского общества советской исторической наукой. Напрямую исследования не поощрялись по классам причина, а, так сказать, под видом изучения декабристов вполне можно было изучать российское дворянское общество с начала XIX века. При этом реальный анализ заговора декабристов, реальный анализ даже биографии участников не производился. Это было сделано... Подобные работы стали появляться только в XXI веке, и они открыли много интересного. Во-первых, совершенно очевидно, что заговор декабристов, не имеющий общий с планами преобразования общества, с революционными какими-то изменениями, что члены этого заговора думали прежде всего о удовлетворении личных властных амбиций, личных властных, политических, материальных в том числе амбиций, и стремились прежде всего к захвату власти любой ценой. В отличие от дворцовых переворотов XVIII века, здесь не было целью возвести на престол того или иного члена правящей династии. Здесь не было цели возвести на престол какого-либо члена правящей династии. Цель была именно захватить власть и прийти к власти самим. Собственно, программа декабристов, о которой так любили писать советские исследования, не представляла из себя ничего конкретного. Проекты конституции или идеальных устройств общества писались участниками любого дворцового переворота в России в XVIII веке. И, в общем-то, имели одну единственную цель – обезопасить участников переворота от законного возмездия. Условия заговора декабристов не были раскрыты до конца. На следствие Николай I проявил монархши Милосев, где ограничил число наказанных по статье «Государственное изменение вооруженного мятежа» и «Содействие мятежу» всего 135 человек. Значительная часть людей была просто выведена монархом из-под следствия. В частности, не попали под следствие, под наказание те покровители декабристов в верхах, которых, несомненно, инициировали это в заговорах. Поэтому он и остался как заговор младшего офицерства, стремившегося захватить власть, стремившегося потерпеть. Хотя очевидно, что за декабристами стояли крупные политические фигуры, возможно, не только российские. Очень примечательно в этой связи, так сказать, расправа государства, вернее, наказание за, так сказать, совершенный мятеж. Как известно, в мертвой казни судом было пребывено 35 человек. Советские стойки называли это кровавым расправом революционерами, не задаваясь вопросом, какую юридическую оценку должны получить офицеры, поднявшие вооруженный мятеж против законной власти, сбунтовавшие солдат, устроившие массовые беспорядки с применением оружия в центре столицы, по любым действующим законам. Высший военный суд приговорил 35 человек к высшему имени наказаниям. Государь помиловал 30 из них, заменив смертную казнь разными формами катарли. Лишь 5 человек, поставленные вне всякого разряда, были приговорены к смерти. Если посмотреть, за что именно, то получается очень интересная картина. Приговорены к высшему имени наказаниям Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол, активно участвовавшие в выступлении Черниговского полка, подвергших кровавой расправе его командира. Каховский, стрелявший в командира Леева Геннадьевского полка с тюрьмами и убившие генерала Милорадовича. Павел Пестель, в отношении которого Следственная комиссия вскрыла такие коррупционные нарушения, что он рискал попасть под смертную казнь или под высокую меру наказания и без всякого участия в заправе. И, наконец, Кондратий Рылеев, непосредственно не принимавший участие в восстании, но, очевидно, осуществлявший связь между заговорщиками и высших своих поставленными или, возможно, зарубежными покровителями. Именно вот этот набор, то есть мы видим, государь пощадил всех, кто нарушил присяг, нарушил закон, кто мог, в принципе, заблуждаться. Казнены были те, кто продал кровь и те, кто стоял за непосредственной организацией этого закона. Можно сказать одно. Победа восстания декабристов, на которую так уповала советская историческая наука, уповала современные историки, привела бы, прежде всего, к хаосу, к безвластию в стране и могла бы служить прологом новой русской смуты, затянувшейся, возможно, довольно длительным периодом. В качестве примера, можно сказать, чего добились авторы аналогичных офицерских мятежей в Испании. Но, надо учитывать масштабы России, понимать, что трагедия была гораздо больше. Иногда высказывается мнение, что победа восстания декабристов могла бы предотвратить революцию, скажем, в начале 20 века. Могла бы в том плане, что революция, резня и кровопролитие случились бы на столетии раньше. Именно от этого, от резни и кровопролития революции, спас страну Николай Павлович, применивший вооруженную силу для подавления мятежа, проявивший редко хладнокровие и мужество, а потом и милосердие и справедливость. Именно благодаря этому в России еще на целый век была избавлена от кровавого революционного кошмара. Субтитры создавал DimaTorzok